Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мурзады Ишинбекова. В Бишкеке на площади Алато проходит митинг сторонников Садыра Джапарова. Они требуют его освобождения. Сам политик накануне обратился к своим сторонникам воздержаться от митинга. По его словам, третьи силы подготовили провокаторов, намеревающихся дестабилизировать ситуацию. В субботу ГКНБ сообщило о задержании человека, который по телефону призывал к насильственному захвату власти. Еще ранее в сети была распространена аудиозапись разговора двух человек, один из которых убеждал другого не тратить силы по захвату административных зданий в регионах, а брать сразу Белый дом в Бишкеке. Сегодня утром МВД сделала предупреждение, что все нарушения на митинге будут жестко пресекаться. Несмотря на это, и призыв Садыра Джапарова не выходить на митинг. В нем принимают участие порядка тысячи человек. Без провокации и стычек не обходится. Часть митингующих стала выгонять журналистов с импровизированной сцены у памятника и кульманасу. Вскоре на площади среди протестующих появились мужчины в медицинских масках. Они развернули плакаты со словами «Нет мартовскому гей-параду». Их митингующие выпроводили с места проведения акции. В оперативном штабе рассказали о самочувствии. Кыргызстанца, зараженного коронавирусом, который сейчас лечится в Японии. Он идет на поправку, чувствует себя хорошо. Напомним, наш соотечественник находился в круизном лайнере Diamond Prince, стоявшем на карантине у берегов Японии. О том, вернется ли он на родину после выздоровления, в МИДе пока не комментируют. Между тем, республиканский штаб сообщает, что на территории Кыргызстана случаев заражения коронавирусом нет. Как отмечается, службами предпринимаются все меры по предотвращению проникновения в страну опасной инфекции. С 1 марта введен временный запрет на въезд граждан Китая, Японии, Южной Кореи и Италии. Ограничение касается и тех иностранцев, которые пребывали на территории стран с высокой степенью риска и наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Как отметили в пресс-службе правительства, власти этих стран с пониманием отнеслись к введению временного запрета на въезд их граждан в Кыргызстан. Республиканский штаб также призывает граждан страны помнить об ответственности и не распространять несоответствующую действительности информацию, которая может вызвать панику и тревогу в обществе. В субботу через мессенджеры было распространено сообщение о том, что якобы в Узгенскую территориальную в больницу доставили несколько пациентов, зараженных коронавирусом. Выяснилось, что медсестра данного медучреждения отправила это сообщение своей подруге. А та, в свою очередь, переотправила его своим родным. Медработница, как сообщил главврач Узгенской больницы, вскоре сама уволилась и попросила прощения. Я очень сожалею, что распространила в соцсетях неправильную информацию. Она не соответствует действительности. Я у вас всех прошу прощения. Разбитая дорога в центре столицы в нескольких метрах от правительственной трассы. Жители улиц Пожарского, Минина и проспекта Чингзайтматова жалуются на ужасное состояние дороги. Она вся в колдобинах и ямах, а в пасмурную погоду, говорят они, их улица превращается в непроходимый участок грязи. Помимо прочего, на улице расположена электрическая трансформаторная подстанция участка. Такое соседство с влагой и слякотью вызывает опасения у жителей. Они убедительно просят муниципалитет обратить внимание на этот участок комплексно, учитывая нормы безопасности как для жителей, так и сотрудников городских служб при выполнении их работы. Спонсор прогноза погоды – строительная компания Элитхаус. Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания Санта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok